Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Сегодня у нас в гостях Ольга Макарчук, детский врач-стоматолог, заведующая отделением детской стоматологии, и Анастасия Глухих, врач-ортодонт, заведующая ортодонетическим кабинетом детской поликлиники Кировской клинической стоматологической поликлиники. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Здравствуйте. Да, и как слушатели, которые слушают программу «Слушайте доктора» уже не первый раз, могут догадаться, сегодня мы продолжаем тему детской стоматологии, и мы обозначили сегодняшнюю программу, тему сегодняшней программы, как актуальные вопросы профилактики детской стоматологии. В прошлый раз остановились мы на теме профилактики кариеса, и поэтому сегодня предлагаю с неё же и начать, закрепить материал, который мы уже рассказывали уважаемым родителям, которые нас слушали, именно о том, как же мы и родители, и слушатели наши могут сделать так, чтобы детки кариесом не болели. Давайте об этом ещё немножечко поговорим. Уважаемые слушатели, повторим ещё раз про профилактику кариеса и его осложнений у детей. Значит, первое, о чём мы хотим сказать. В профилактике кариеса зубов у детей важную роль играет регулярная чистка зубов два раза в день, утром после завтрака и вечером перед сном. Также ограничение потребления сладких продуктов, рациональное питание играет немалую важную роль. Питаться нужно регулярно. Чтобы зубы были здоровыми, им необходимы такие микроэлементы, как фтор, кальций. Очень важно в профилактике кариеса исключить перекусы. Перекусы конфеткой, например. Ольга, простите, пожалуйста, я ещё уточню. Вот Вы говорили про чистку зубов. Зубная щётка, которой ребёнок пользуется, это влияет как-то на наличие или отсутствие кариеса? Конечно, зубная щёточка должна подбираться по возрасту, по размеру, рабочей части и ручки. То есть это тоже всё индивидуально, всё с возрастом ребёнка, всё это подбирается. Конечно, это очень важный предмет ухода за полостью рта у ребёнка. Необходимо менять раз в три месяца, раз в сезон. Вот раз в сезон щётка должна меняться. Какой-то уход за ней предполагается ли дополнительный? Ну, конечно, предполагается уход. Иногда зубная щёточка может и почаще меняться, потому что индикацией пригодности щётки служит цвет щетинок, форма щетинок. Это всё имеет очень важную роль. То есть если щетинки деформированы, это позвоночник для нас, чтобы зубную щётку ребёнка поменять? Конечно. Либо техника чистки неправильная, потому что щетинки могут махариться в разные стороны. Это значит, ребёнок либо сильно надавливает на щёточку, то есть либо неправильная техника чистки. Либо он ещё и может жевать, деформировать зуб, особенно если зубная паста вкусная. И в таком случае щёточка уже подлежит замене. Да, остановились мы на регулярном питании. Так, на регулярном питании. Также очень важно регулярные профосмотры у врача-стоматолога. То есть тоже всё индивидуально, согласно возрасту ребёнка. Профосмотр у стоматолога в стоматологической поликлинике, у врача-гигиениста-стоматологического. Доктор осматривает полость рта ребёнка, подбирает средства гигиены за полостью рта, контролирует чистку зубов, объясняет на муляжах, как это делать, проводит беседы с родителями, обучает и родителей, как нужно правильно чистить зубы, чтобы родители, в свою очередь, контролировали этот процесс у ребёнка. А с какого возраста у детей возникает риск заработать кариес? Риск у ребёнка с первым прорезыванием зуба. Соответственно, гигиенические мероприятия тоже должны проводиться с момента прорезывания первого зуба. Да. Значит, также в профилактике кариеса и его осложнений важную роль играет активное жевание. Значит... Это мы как раз озвучивали в прошлой программе, больше твёрдой пищи. Больше твёрдой пищи, да, чтобы зубки у нас хорошо очищались, чтобы челюсти получали нагрузку. И профилактика отсюда складывается и зубочелюстных аномалий у детей. Челюсть правильно росла, чтобы зубы своевременно менялись. Также в профилактике кариеса очень важную роль играет физическое развитие и закаливание. То есть ребёнок, когда больше двигается, это благотворно влияет на его опорно-двигательный аппарат, и осанку формируют правильно. Тут тоже профилактика идёт. Ну и формирование зубов, как следует. Конечно, когда соматический ребёнок здоров, то и зубочелюстная система в порядке. Профилактика зубочелюстных аномалий. Также хочу сказать о бережном отношении к зубам. Избегать потребления контрастной пищи, например, холода горячая. Опасно грызть зубами твёрдые предметы, зубами открывать крышки. Ну и профилактика травматизма. В детском возрасте это всё относится к профилактике кариеса. То есть при нарушенной целостности аемалий риск возникновения кариеса больше, как я понимаю. И тут идёт и о потере зуба даже. Идёт о потере зуба. Травматизм, вследствие ударов, столкновения с предметами. То есть всё это влияет. Да, и здесь мы всё, да, перечислили. Ну основные моменты мы перечислили. Да, и вот Анастасия у нас ещё рвётся в бой. Слышала я об одном таком, ещё одном способе профилактики. Не знаю, насколько это можно знать, конечно, профилактика кариеса. Это герметизация фиссур. Расскажите, пожалуйста, во-первых... Это нам Ольга расскажет. Ольга расскажет. Фиссуры, что это такое? Не всем знакомое слово. Фиссуры – это, естественно, углубление наживательной поверхности зубов. То есть фиссуры у нас бывают у маляров, у прималяров. Вот этот вот неровный такой бугорковый рельеф, такой фиссурно-бугорковый рельеф. То есть то самое место на зубе, на которое попадает пища. Очень уязвимое получается. Углубление, да, где скапливаться. Естественно, углубление, ямочки. Как раз где кариес и произрастает, и возникает. Вот у нас наиболее подверженные первые постоянные маляры. Они прорезываются в возрасте 5-6 лет, расположены достаточно далеко. Ребёночек в 5-6 лет хорошо не может почистить зубки щёточкой, достать полноценно. Ну, и ленится, наверное, где-то. Да, ленится, допустим. И родители контролируют как-то плохо. Не подозревают иногда прорезывание постоянного зуба. Да, зачастую они не понимают сами, что этот зубик постоянный. И в этих вот фиссурах собираются остатки пищи, мягкий зубной налёт. И происходит, идёт благоприятное условие идут, создаются для возникновения кариеса именно вот в этих местах. Значит, что мы можем сделать? Вот метод профилактики, герметизация фиссур. Это специфический метод профилактики. Подход к нему индивидуальный с учётом физиологии, анатомо-физиологических особенностей зубов у ребёнка. То есть она не всем показана, эта процедура. Вот этот фиссурно-бугороковый рельеф, он заливается специальным материалом, герметиком. И снижается риск возникновения кариеса на жевательной поверхности. Что из себя представляет этот герметик? Герметик – это в основном такой текучий материал цветового либо химического отверждения. Он заливается в фиссуру, вот в эту ямочку врачом-стоматологом или гигиенистом. И в свою очередь уберегает зубик от кариеса. Есть материалы, которые содержат фториды в своём составе, то есть они будут укреплять зубную эмаль. Это ещё помогают. Да, помогают ещё. То есть такой метод достаточно хороший. Но следует отметить, что этот метод, он не уберегает, вернее, не освобождает от чистки зубов. От обязанности. Да, от обязанности чистки зубов. Потому как герметик накладывается у нас на жевательную поверхность зубика, а остальные поверхности, передние, задние, вестибулярные и со стороны полости рта, остаётся уязвимые по отношению к кариесу. Вот. И могут попортиться. По цвету герметика можно ли его максимально уравнять с цветом зубов? По цвету герметики они бывают разные. В основном герметик, контрастный герметик, так скажем, он больше нужен для родителей, как индикация. Цвета, что мы что-то поставили. Это индикация вот именно того, что процедура проведена, родители могут контролировать наличие герметика в фиссуре. То есть, кроме как зрительно, вот если он контрастный, больше об этом никак не узнать, не почувствовать. Сливается с цветом эмали просто. Если герметик слился с цветом эмали, мы же говорим ещё о том, что профилактика текариеса заключается в том, что в регулярных профосмотрах. Да. Вот. И если, допустим, что-то произошло с герметиком, стоматолог на профосмотре увидит и обозначит проблему. А что может с ним произойти? В принципе, как и с любым пломбировочным материалом бывает, ведь какой-то процент таких вот осложнений, так скажем. И в свою очередь и скол герметика происходит. Трещины. Да, трещины. В основном, как правило, бывает всё хорошо. Да вот как раз хотела ещё спросить, в чём отличие герметизации от пломбирования? Герметизация, она в основном проводится без препарирования полости. С профилактической точки зрения. Да, с профилактической точки зрения. То есть, когда нет кариеса. То есть, мы его профилактические. В интактной фиссуре. Только тогда. Да. В интактной, непоражённой кариесом фиссуре проводится. И препарирование оно зачастую не требует. А пломбирование? А пломбирование – это уже когда кариесом зубик поражён. То есть, в поражённом кариесом зубике происходит пломбирование. Да, и по возрасту детей получается, что, вот вы говорили, с пяти лет, когда у нас появляются зубки. Первая постоянная маляра. Первая постоянная маляра. То есть, тогда их можно герметиком воспользоваться. Герметизировать фиссуру эти зубы. Герметизировать. А пломбирование доступно тоже в этом возрасте? Может, если уже кариес присоединился. Такое бывает, к сожалению, тоже. И такие зубки подлежат пломбированию. На какой срок примерно герметизация устанавливается? Как долго она работает? Как долго может стоять? Может, есть случай 10 лет, которые наблюдаем. 10 лет. Достаточно длительно. Можем мы, допустим, из своей практики ходить с зубами, с герметизированными. 10 лет. Здорово. Да. А взрослым, получается, уже такое не поставить. А герметизация, она имеет смысл в период полтора-два года после прорезывания зуба. А почему? А там уже, если кариес не возник, уже всё, герметизация она не возникла. Пока ещё эмаль, наверное, не зрела, пока ещё формирование идёт. То есть, после прорезывания это эффективно. Имеется смысл в профилактике. Очень жаль, что взрослым такое условие недоступно. Вы можете загерметизировать восьмые зубы. Если у вас в таком возрасте прорезались, можно их загерметизировать. Герметизировать. Спасибо. Если нужно ещё. То есть, это процедура по необходимости. Если она нужна, то сделают. А вот такой вопрос тогда у меня возник. Если стоит герметизация на зубках у ребёнка, ребёнок сразу, наверное, понимает, что вот, я, получается, маляру могу так сильно не чистить. И он уже меньше внимания к ним обращает, на них обращает, ленится, не дочищает зубы до идеальной чистоты, да, или сравнимо их с идеальной. Вот как-то это психологически ведь тоже сказывается. Да, что... Ну, вот как Ольга и сказала, что это всё-таки не освобождает от ответственности и от прочищения зуба качественно. То есть, с других поверхностей кариеса всё равно... То есть, особое внимание нужно не так качать. Да, то есть, в принципе, ребёнок не всегда понимает смысл и цель этой процедуры. Это только родители понимают. Поэтому ребёнку... Ребёнок как чистил, то есть, так и продолжает чистить зубы. А лучше под присмотром гигиениста стоматологического для качественной гигиены. Потому что технику и методы рассказывают именно гигиенисты стоматологические на своём приёме. Но родители, между тем, спокойны, что в случае чего их ребёнку... Риск возникновения кариеса, хотя бы наживательной поверхности, уже меньше в разы. Да, очень хорошо. Давайте пойдём дальше. Не только таким образом стоматологи и ортодонты могут помочь детям, но они могут, оказывается, ещё и предотвратить и помочь решить некоторые другие проблемы, с которыми сталкиваются родители маленьких и не очень маленьких детей. Например, это проблема с сосанием и погрызанием ногтей. Ну да, что здесь можно сделать? Грызение ногтей. Но это такая вредная привычка. Она появляется вообще чаще у детей, которые находятся на искусственном вскармливании. Потому что дети, когда отказываются, их отучают от соски, от сосания бутылок, они начинают заменять этот сосательный рефлекс с сосанием пальца. Это такая достаточно нехорошая привычка, которая может длительно закрепиться и которая ведёт к возникновению аномалий зубных рядов, то есть деформации зубных рядов, искривлению. Конкретно мы уже боремся с последствиями всё-таки, то есть ортодонтическими способами, аппаратами, управляющими съёмными пластинками, даже брекетами иногда. Но вообще, конечно, нужно профилактировать эти мероприятия. Например, методом невкусного лекарства. То есть смазывать пальчик чем-то горьким, по типу горчицы, настойки полыни. Ну и всё-таки наряду с психотерапией, то есть путём убеждения, постоянного спокойного настойчивого напоминания, можно применять также фиксирующую локтевую шину даже, варежки или рукавички, наверное, с детям, которые сосут пальчики. То есть в случае неуспешности, конечно, всё равно можно прибегнуть и к ортодонтическому лечению. Вредную привычку грызть ноготи, например, также наблюдают у детей таких боязливых, в чём-то неуверенных. То есть в психологический момент даже можно обратиться, например, к неврологу за дополнительным медикаментозным сопровождением. Ну и из таких подручных предметов дети, бывает, грызут карандаши, ручки. То есть то, что под рукой, особенно школьники. То есть первый, второй класс. Когда особенно увлечены, какой-то задача неинтересна. Да. Ну и в той же стрессовой ситуации, то есть переход из садика в школу сопровождается именно стрессовым фактором, так как меняется обстановка. То есть и бывает даже возникает ночное скреждание зубов, что мы называем бруксизм. Это тоже по типу вредной привычки, именно с психологическим фактором связано. То есть тут мы также направляем родителей, детей к неврологам, даже к психологам иногда. То есть врачи это замечают? Да, конечно. Каким-то образом? Конечно. Это видно неровными краями, стертыми поверхностями зубов. То есть внешне бывает на различных группах зубов. То есть в принципе мы задаем наводящие вопросы и за нами завыясняем, что да, либо ребенок там первоклассник, либо постоянно ручки грызет, вот карандаши, как отмечают родители. То есть мы пытаемся с этим бороться уже, либо ортодонтически, либо путем достойчивого рекомендации как ребенку, так и его родителям, чтобы они контролировали этот процесс и немножко оговаривали своего ребенка. Вот, то есть, ну и часто приходится, конечно, выравнивать зубы, то есть ортодонтически все-таки аппаратами, аппаратурно. То есть делать их красивыми, ровненькими, гладенькими, чистенькими. Что касается вот именно неровностей, здесь какая еще профилактика может быть? Ну, вообще профилактика, конечно, должна начинаться вообще еще в предначальном, даже развитии детей, то есть на этапе планирования детей. То есть медико-генетическая консультация необходима, потому что количество зубов, положение их, форма зубных рядов, соотношение, это все бывает наследуется от родителей и ближайших родственников, то есть бабушек, дедушек. Затем пропаганда необходима правильного режима труда, отдыха, уже будущей мамочки, питание, это уже также важно, потому что все заболевания хронические, очаги инфекции, они также могут передаваться от матери к плоду в будущем, что потом, опять же, может сказаться и на неровных зубах при прорезывании в будущем. Также профилактика простудных заболеваний самой мамочки, в устранении вредных привычек у беременных. Вообще, самих детей, это и правильная осанка, то есть правильное положение головы в покое, то есть поддержание позы тела правильной. В работу комнаты здорового ребенка в возрасте до года в поликлиниках необходимо включить даже обучение родителей правильного способа вскармливания грудного детей, именно пользу грудного вскармливания, в отличие от искусственного. Потому что некоторые мамы перекладывают ответственность грудного вскармливания на искусственное, так как не все смеси хороши, одинаково и так далее. То есть долгие кормления из бутылочки и соски, они все-таки потом приводят к деформации. К году сосательный рефлекс угасает, и поэтому ребенка после года уже нужно от сосок, от бутылок отучить, иначе возникнет обязательно аномалия и деформация зубного ряда, которую потом необходимо будет корректировать. Также, что можно сказать, про питание тоже так же, как уже говорила Ольга. То есть чем дольше ребенок не знает, что такое сладкое, как я говорю, тем лучше, чтобы не возникала потом проблема манипуляции со стороны ребенка и проблемы с родителями потом. Потому что также все, что вызывает кариес, профилактика кариеса нам тоже в подспорье, так как вследствие осложненного кариеса уже зубы бывают зачастую раньше удаляются, соседние зубы занимают место удаленного зубика, возникает дефицит места для прорезывания постоянного зуба, и сужения зубных рядов и так далее. Также профилактика даже общесоматического состояния. Если ребенок часто болеет, возникает привычка дышать не только носом, но и ртом. Смешанный тип дыхания, он также вызывает сужение рядов. То есть тоже, что необходимо, потом прибегать к ортодентическим аппаратам все-таки. Поэтому профилактика достаточно обширна и затрагивает вообще все сферы жизни. То есть пока ребенок растет, аномалии могут возникать, то есть как врожденные, собственно говоря, которые наследуются от родителей, так и приобретенные в процессе жизни. Поэтому надо обязательно контролировать, то есть все своевременно делать, ну и все-таки ходить на профилактические осмотры к гигиенистам, к стоматологам, которые вовремя, если увидят, могут направить на консультацию к компетентным специалистам, то есть к нам к ортодонтам. И еще одну тему мы сегодня с вами успеем начать, разбирать. Это на самом деле тема очень большая. Это исправление прикуса. Очень много, я знаю, что существовало раньше, существует сейчас способов, методов, приспособлений, чтобы прикус у детей, да и взрослых, наверное, исправить. Вот скажите, пожалуйста, начиная с какого возраста вот эти приспособления, да брекеты, всевозможные пластины можно использовать? Начнем с того, что есть как безаппаратурный метод лечения, так и аппаратурный. Вообще всех детей мы стараемся лечить комплексно. То есть, начиная с безаппаратурного метода лечения, назначаем различные комплексы гимнастики для коррекции правильной работы мышц. Например, околоротовой мышцы, полости рта, мышцы челюстей, челюстно-лицевых мышц. Дальше подключаем, например, в случае удаления зубов, например, с осложненным кариесом хирургов, например, стоматологов для санации полости рта, для гигиенистов, подключаем для коррекции гигиены. Это так называемое, мы устраняем факторы риска. То есть, например, мы видим какие-то проблемы, при неправильном глотании мы подключаем, например, логопеда, то есть, так как артикуляция языка неправильная, допустим, педиатров даже с назначением каких-то витаминов, препаратов, так как мы сами не назначаем их. Это безаппаратурные методы лечения. К аппаратурным методам лечения у нас относятся съемные аппараты и несъемные. Съемные – это у нас пластиночки, пластмассовые, с металлическими элементами, которые помогают челюсть расширить и поставить группу зубов, отдельные зубы на свои места. К съемным также относятся еще силиконовые эластопозиционеры по типу трейнеров. Они представляют собой капповый аппарат по типу как капу боксеров, мы детям говорим. Их ночные. Да, их носят только дома, либо днем, час-полтора по времени, и плюс на ночь, ночное ношение. То есть никто не знает, что ребенок носит аппараты, то есть школу не надо носить. То есть носится он именно дозированно. А к несъемным это у нас относится брекет-система, металлические замочки, которые приклеиваются на эмаль и корректируются путем смены дуг металлических, за счет чего идет выравнивание зубов и зубного ряда. То есть брекеты более лобильные, и можно варьировать по высоте наклеивания, по повороту зубов. То есть у брекетов все-таки побольше возможностей. Но они показаны детям уже в более взрослом возрасте, так как требуют особых навыков гигиены и все-таки сознательности от пациентов в плане чистки. Потому что при фиксации брекетов они полтора-два года носятся на эмали, что способствует все-таки возникновению кариеса впоследствии. Поэтому лучше детям более подросткового, старшего возраста, даже взрослым. Потому что ограничения по возрасту для брекетов практически нет. То есть даже взрослые люди после 37 лет много. Конечно, да. Поэтому мы даже часто детей и подростков, у которых уже поменялись все зубы, не берем рана, потому что они не готовы морально и физически. Поэтому все даже ортодонтические манипуляции у нас проходят через гигиенистов. То есть сначала коррекция гигиены, какой бы аппарат во рту ни стоял, обязательно нужна идеальная гигиена. Потому что любой аппарат гигиену усложняет. Возникает образование дополнительного налета, пищевые остатки скапливаются, возникает кариес. То есть вроде как бы одно лечим, а другое калечим. То есть поэтому, конечно, вся коррекция у нас идет через гигиенистов. Ну и на этапе ношения любого аппарата, конечно, гигиенисту раз в 3-4 месяца, то есть даже чаще, чем обычное посещение раз в полгода пациентов, которые не носят аппарат, мы назначаем, то есть кооперируемся с гигиенистами стоматологическими именно. Ну и все-таки после снятия любого аппарата также необходима чистка гигиениста и, возможно, даже санация отдельных каких-то очагов кариеса. Потому что все-таки при ношении любого аппарата кариеса возникает. Особенно вот у детей. Потому что надо очень хороший уход за аппаратом. Да, не только за аппаратом, но и за зубами в этот период. Потому что вот нагрузка, еще раз говорю, на гигиену очень высокая в этот период. Ну то есть подрезюмирую, что деткам более младшего возраста, то есть от 5, наверное, лет, да? Да, можно, можно. До 12, до 14. Это капы. Капы, да, трейнеры, пластиночки. А трейнеры? Трейнеры – это вот силиконовая капа как раз, да. Пластины, которые съемные. Да, которых легко снять, почистить. То есть они в этом плане проще. Но единственное, что минус, в чем носить все равно любой аппарат, нужно постоянно. И регулярность в этом деле нужна. Поэтому обязательно требуют навыка и упорства только со стороны родителей, которые будут кооперировать с ребенком, но и со стороны самого ребенка. То есть обязательно мотивация должна быть. Поэтому часто в детском возрасте не предоставляется возможным взять на лечение ребеночка, потому что не всегда он понимает, для чего это ему надо. Поэтому консультация у нас всегда начинается с вопроса, что тебя беспокоит, именно маленького пациента нашего. Его мнение важнее всего. Да, его мнение важнее наших с родителями, мнение, амбиции. А капы они индивидуально изготавливаются? Капы они в основном фабричные. Мы используем в своей практике трейнеры, которые готовы уже производителям. То есть они просто подбираются по размерам, по жесткости они идут. То есть индивидуально смотрим по конструкции, по особенностям именно в полость рта, чтобы подбирать. Правильно ли я понимаю, что у ребят более старшего возраста, то есть от 12 до 14 лет, капы уже не показаны и пластины? Они могут использоваться, даже трейнеры и для взрослых, собственно говоря, и для коррекции положения отдельных зубов, для коррекции храпа даже мужчин. То есть трейнеры немного функционально достаточно. И мы их и носим даже для привыкания к брекетам, то есть дополнения, как дополнительный метод лечения. В принципе, и взрослым иногда пластиночки могут быть показаны для коррекции одного-двух зубов, когда не хочется ставить брекет-систему, то есть на весь зубной ряд. Есть у некоторых такая возможность, но это индивидуально по показаниям. Потому что пластинку всё-таки нужно носить постоянно, а не всем взрослым это удаётся в связи с работой, например. То есть постоянного ношения требуют разговоры, переговоры. Поэтому надо смотреть индивидуально. Вообще, конечно, любой способ лечения индивидуально уже на консультации обсуждается, то есть насколько подходит это именно пациенту, именно в данной его клинической ситуации. И сроки, наверное, определяет врач? Конечно. То есть в основном... От чего он зависит? Ну, зависит и от возраста, и от ситуации, от тяжести аномалии в полости рта. То есть, ну, вообще срок ношения пластинки не менее года, то есть год-полтора может быть. Ну, брекеты где-то полтора-два, мы говорим. Иногда бывает и дольше, то есть в силу даже независимых от нас обстоятельств. Например, пациенты бывают, нарушают наши рекомендации, откусывают твёрдую пищу, брекеты теряют, мы что-то переклеиваем, то есть затягивается лечение. Либо там когда-то не приходят, например, сроки посещения, переносятся и так далее. То есть много причин бывает, когда мы задерживаем эти сроки лечения. А так вообще индивидуальный год-полтора, в принципе, можно скорректировать аномалию от лёгкой до средней степени тяжести аномалию. Да, ну и, конечно же, как Вы правильно сказали, Анастасия, в первую очередь необходимо учитывать пожелания, мнения детей, которые приходят к стоматологу, к ротодонту, что их беспокоит, если что-то беспокоит, и, соответственно, с этим и бороться. Так сегодня мы поговорили об основных, наверное, самых главных принципах, как сохранить здоровые зубки у детей. Ещё раз напоминаем родителям о том, чтобы они обращали внимания и создавали положительный... Я смотрю, вот об этом ещё сегодня не сказали, но обязательно упомянем положительное очень отношение детей своих к стоматологам, что это всё всё-таки во благо, это не во вред, это всё принесёт очень большую пользу. Ну и сегодня в гостях у нас были специалисты. Это Ольга Макарчук, детский врач-стоматолог, заведующий отделением детской стоматологии, и Анастасия Глухих, врач-ортодон, заведующий ортодонтическим кабинетом детской поликлиники Кировской клинической стоматологической поликлиники. Ну, уважаемые эксперты, спасибо вам большое за очень подробный, интересный рассказ. Думаю, о детках мы ещё будем говорить. Это тема неисчерпаемая, технологий много очень новых, я знаю, поэтому ждём вас в гости ещё, да, и будьте здоровы. Спасибо. Спасибо и вам. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.